доброе утро всем очень рада нашей встречи мы на даче естественно такая холодина собачья все красноярцы просто в ужасе от прогноза погоды это до минус 10 за городом ждите такой мороз и пожалуйста позаботьтесь в первую очередь о ягоде вы же любите ее значит вот мы приехали на дачу что мы должны сделать обратите внимание три полосы и с той стороны теплицы еще две укрыты укрывным не просто так все укрыто вот если вы не очень ленивы если вы понимаете что растение нужна забота только тогда вы получите урожай соответствующий она с осени укрытая у нас осенью пока снега нет пропадают плодовые почки у нас весной когда снег уже ушел также вымерзают эти плодовые почки и нам остается может быть 30 процентов урожая а скорее всего и меньше значит так мы на даче вот она укрытая ягода и я я ее открываю открываю чтобы посмотреть что с ней происходит а с ней ничего плохого не происходит посмотрите какая красота сейчас я уберу досточки да уж тут досточки конечно но я не буду открывать много потому что очень холодно обратите внимание ягода практически здорово есть там некоторые пятнышки но лечение там аллерином b и прочими и меди содержащими препаратами сейчас ей не противопоказано значит то что нужно сделать первое когда вы явились не запылились наконец-то и наконец-то ягоде надо помочь пережить вот это вот вот это все страшное дать ей возможность и удобрение определенное совершенно для того чтобы отношение было обильным чтобы ягоды были крупными и красивыми знаете как она называется я вам тоже уже все плешь переела называется она мага бор магний и бор в составе вот этого вот смешанного удобрения магний отвечает за красоту цветов плодов и так далее а бор отвечает за их количество это редкоземы в земле их практически нет поэтому разводим одну чайную ложечку без фанатизма на 10 литров воды можете с венечка побрызгать по листикам можете и запрыскивателя это уж как получится но это первое что вы должны сделать даже если вам некогда ее обработать убрать сухие листья все равно сделайте это пожалуйста теперь смотрите на мою ягоду посмотрите как она посажена видите черный укрывной заправлен туда под опилки почему опилки на дорожке потому что вот эти усы они же все равно будут независимо от того какой сорт ягоды у некоторых их мало у некоторых много так вот когда эти усы во влажные опилки попадают у них во первых замечательные толстые корни видите какой слой достаточно большой и они совершенно легко оттуда удаляются взяли вот так вот да усик потянули и все 5-7 штучек у вас вылезли оттуда совершенно изумительной корневой системы разрезали идите садите продавайте что хотите делайте значит посажены на черном укрывном вот знаете как это сказать помягче ваше нытье иногда она меня просто достала а че я на черный посадил а у меня там муравьи у меня там среди да ёшкин кот вы что забыли что надо сначала землю обработать я сколько раз могу это уже вам предлагать так я уже правда уже я готова каждого заставить делать один раз как следует обработайте почву внесите препараты которые не любят муравьи но сейчас появились средства я вам показывала тот самый перетрум вам что это долго сделать но не будут там водиться муравьи ну гром 2 мид муравьин господи какой-то муравьев их правда очень много вы просто почитайте вы же этого не хотите делать как это все работает поэтому у меня муравьев нет один раз они меня вот так достали на королеве елизавете второй больше я их разводить не буду это точно все лето надо следить за вот этим местом видите разрезанное да этот кружочек где ягода растет следить поливать и кормить туда обязательно полоть вы же не думаете что если вы закрыли черным укрывным этот гребень а он имеет вот такую форму вот такую вот и высотой он по бокам вот так и вот здесь вот слегка внутрь вогнутый то есть усеченный гребень слегка с прогибом ну нет ничего сложного закрыть и посадить разрезать эти кустики ягод садите по два по три ну особо ценные сорта садите по одному потому что они дорогие как бы да лучше подождать пока они сами себя там разведут но уж такую ягоду как первоклассница как вот купчиха это кстати купчиха посмотрите но она замечательная она наросла уже определенными кустами то есть рожками и я надеюсь в этом году урожай от нее будет потрясающий я надеюсь очень значит первое что вы должны сделать чайная ложка мага бора на 10 литров воды опрыскать по листьям второе что вы должны сделать второе через недельку надеюсь потеплеет это нашатырный спирт 2 столовых ложки ну максимум три это уже вот так вот на 10 литров воды и полейте ее попадете по листикам главное чтоб солнца не было особо яркого но и бог с ним значит пролейте это очень хороший азот и у вас кусты должны расти вот пока они не наберут зеленую массу вот такую но нет смысла запускать цветоносы и запомните ремонтантные ягоды если радости нет предела у меня уже два листика и ягода уже цветет это очень плохо это прямо ужасно дайте нарастить зеленую массу ну хотя бы вот такую вот тогда ягоду можно ну попросить плодоносить то есть запустить ей цветоносы вы меня услышали я надеюсь что да в следующих программах про ягоду будет еще больше всего доброго и до свидания